Здравствуйте, 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 мои дорогие и любимые шкалолашники. Ну что же, давайте поиграем в новую вышедшую игрушку, которая называется Крадл. Называется она Крадл. Давайте посмотрим на настройки. Смотрите, какие настройки. Что это? Качество 8. Качество 8. Языки. Английский, русский, украинский. Текстура, слаживание 8х. То есть максимальное качество, ребяточки. Настройки, вернее управление вроде несложное. Новая игра. Хотите пройти обучение? Ну давайте пройдем. Давайте как раз посмотрим на обучалку. Что она там из себя представляет. Короче, релиз Адвентюры Крадл от киевской студии Flying Cave for Seminimals, в составе которой есть бывшие члены команды Stalker, был запланирован еще на конец 2012 года. Но разработка несколько затянулась. Ходили слухи, что проект может быть закрыт. Но слава богу, они не подтвердились. В апреле 2013 года Крадл получила зеленый свет на Steam Greenlight. И вот теперь вышло первое видео, которое демонстрирует геймплей игры. Ну, это немножко не то. Так. Сейчас, ребятки. Так, смотрите. Достаточно долго все грузилось. Перемещение в АСТ. Для бега удерживайте Shift. Чтобы подпрыгнуть, нажмите Space. Чтобы присесть, нажмите и удерживайте Ctrl. Тут нам какие-то показывают обозначения, но они, как видите, на английском. Ну, вот, в зависимости, я так понимаю, курсор будет менять формулу. Это может... Можно будет прочитать текст. Паренфисис. Можно будет поднять предмет. Можно будет использовать предмет. И можно будет поразговаривать с каким-то чуваком. Если таковой будет. А, вот оно. Некоторые объекты содержат текст. Чтобы прочесть текст с информационного стенда, подойдите к нему. И когда курсор изменит форму, кликните на стенде левой кнопки мышки. Ну, да. Это мы уже поняли. Идем дальше. Чтобы открыть калитку, кликните по ней левой кнопки мыши. Некоторые предметы вы можете брать в руки. Чтобы поднять красный куб, кликните левой кнопки мыши. Чтобы носить предметы с собой, используйте инвентарь. Удерживайте куб в руках, нажмите E. Ой. Вы можете силой отбросить, нажав правую кнопку мыши. Это все. Вы можете применять предметы друг к другу. Держивайте в руках предмета. Наведите курсор на предмет B. И кликните левой кнопкой мыши. Немножко не сильно понятное. Нажмите A. Какое A? Нажмите A. Что-то не сильно понятно, ребятки. Что-то не сильно понятно, ребятки. Смотрите-ка. Это уже какой-то Майнкрафт получается. Удерживая в руках предмет, нажмите A. Ну, A это вхождение в сторону. Зачем нажимать A? Скажите мне на милость. Нажимаю A английское. Вернее, A русское. Тоже ничего не происходит. О каком A говорится? Нельзя применить. Нельзя применить. Так, а можно обучение закончить? Будем разбираться как-то по ходу игры. А то это немножко затянулось. Что? Люль! Теперь они уже не спрашивают? А хотите пройти? Нет. Киевская студия Flying Cave for Semi Animals Ну и название, боже Основанная в 2001 выходцам из компании GC Game World Назвала точную дату выхода наушно-фантастической приключенческой игры С видом от первого лица Cradle Она станет доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam 24 июля этого года Версии для Windows В преддверии выхода игры разработчики выпустили новый трейлер игры Местом действия игры станут степи альтернативной Монголии Где загадочным образом очутились протагонист Эннибиш и механизированная девушка Ида Главная задача геймеров отремонтировать механическое тело своей спутницы И вместе с ней раскрыть тайну заброшенного парка развлечений Расположенного неподалеку от юрты Разработчики выделяют особую систему отображения эмоций Которое в буквальном смысле этого выражения вдохнет жизнь персонажа Также отмечается что элементы относящиеся к разным культурам и эпохам сделают атмосферу игры уникальной Создатели характеризуют геймплей Cradle как смесь заставляющих думать заданий Связанных с исследованием локаций и ярких динамичных мини-игр Cradle это игра с открытым миром Поэтому игроки смогут свободно гулять по степям вымышленной Монголии Перемещаться между юртой, рекой и парком развлечений Каждая малейшая деталь окружения вроде случайно найденного в степи обрывка газеты Может оказаться важной для понимания сюжета И изменить представление пользователя о происходящих событиях Игра основана на движке Unijine Engine Она будет продаваться в двух изданиях Стандартном за 12.99 и расширенном в Deluxe за 16.99 Во второе помимо самой игры входит саундтрек И набор из девяти фоновых изображений для рабочего стола Игра будет поддерживать украинские, английские и русские языки А также систему достижений и коллекционные карточки Не будет лишним отметить, что публикацию игры в магазине Wall разработчикам облегчила успешная кампания в Steam Greenlight Изначально Cradle будет эксклюзивом данной площадки Но в будущем может появиться и в других популярных сервисах цифровой дистрибуции игр От сбора предварительных заказов студия решила отказаться Из-за желания сосредоточиться на полировке игрового контента Так, сейчас еще тут последний абзац, прочитаю вам Cradle была анонсирована в декабре 2011 года И должна была поступить в продажу еще весной 2012 года Однако ее сроки релиза были принесены из-за творческих ротновласий в команде и финансовых трудностей Разработкой Cradle руководит Илья Толмачев, художественный директор шутеров Stalker Чистое Небо, Stalker Zoo Припяти и Stalker Online На момент анонса господин Толмачев описал игру следующим образом Наша цель заставить игрока пережить эмоциональный опыт, схожий со сновидением Когда наша жизнь совсем не похожа на реальную и в нее есть свое прошлое и будущее Cradle это странный и прекрасный сон, наполненный ожиданием разгадки древней тайны Ну вот такое вот вступительное слово А теперь будем смотреть Какие-то юфты, монголы и прочая хрень Все смешали до кучи, не знаю Что с этого получится Кстати Сколько? Ну у меня там вертикальная синхронизация, по-моему, включена Поэтому 60 кадров Но иногда так подлагивает такое впечатление, что даже меньше Да, иногда до 30 падает Представьте Давайте Почистим зубы Умоемся, помоем руки Средство для ухода за костными образованиями ротовой полости Только для органических тел Люль Грязное зеркало Для смотрения на органическое И пало свое Короче, немытое Пятница Беркуччи Это значок, да? А что это? Это ж холодильник Дверцу заклинило Собери 200 наклейки и получи большой красный круг Чистящее средство Пакет пустой Сколько тут всего? Монгольский чай Рецепт Вода Заварка Масло Рис Молоко Соль Что? Это чай? Масло Рис Молоко Соль Сами такой Пейте При чем тут общий Монголия Что-то я не понял Какой-то чан немытый Этот плов можно варить Закройте А теперь не закрывается Теперь чан не влазит В первую очередь Это отразится на плодовых кустарниках В частности У дикорастущей Масливы Многократно упадет Плодоносность Сохранится она лишь У отдельных растений Этого сорта Растущих вблизи водоемов Что? Это ни к чему вообще Фаршированные перцы Ладно А это что? Какой-то Какая-то хрень Какой-то чехол Непонятно О, можно поспать Люль Заснул Что это было? Какой-то бред Что это такое? Какой-то ролик Пятисекундный Что он означает Непонятно Это такая зажигалка Ой Может еще пригодится Не надо все швырять Так, ну давайте Прочитаем Записочку Табаха я стал Опять зажигалка упала Табаха я стал Толстым И плохо пахнул Выключи нос И не смотри на меня Я не попрощался С Сонгоцем Ждал его весь день Но он не вернулся Пожалуйста Покорми и переодень его Иначе он заболеет Вот рецепт Да что тут Постоянно какие-то рецепты Даются Вари пока не сварится Ангоц появится Когда услышит Запах еды Если хочешь Все вещи продай Тело можешь Выбросить в реку Я сюда не вернусь Энебиш Что? Это что вообще такое? А с какого С какой стати Попробую приготовить еду Нужно встретиться С этим Ангоцем Ой, с какой стати Она была сохранена Это что такое Проигрыватель какой-то Это какой-то Компьютер Да потопный Ой, зря я это сделал Люль Сейчас компьютер Разберется Да Он уже не работает А как там Его Применять А Ведь Рассказывали Я так и не понял Потому что Очень бредово Рассказывали Как по мне Может вы все поняли Но я не все понял Что тут у нас? Будда Какой-то Уголок Буддиста Для молитв Чумодан Закрыт И уже Много лет А верхний Сундук Мешает Этот Открыть Кислородный Телевизор Нет Гуй Модель GXG6000 Эластичный Экран С озоновым Наполнителем Встроенная Система Подавления Эмоций Поддержка Всех С форматом Вещания Вот Этот Крутой Телевизор Что тут у нас? Одежда Какая-то Какие-то Наклейки Люль Можно вытащить Все целиком Кстати В стиме Положительные Отзывы По поводу Этой игры Руководство Все Я не знаю Пароли Что это за Автоответчик Стань Стой Ровно Баксы Лежат Смотрите-ка На рисунке Здание Комитета Общественного Спасения Надпись На обратной Стороне Красота Спасет Мир Ну да Понятно Понятно Смешно Это типа В 2070 Году Такие Деньги Будут Ну что-то Они на Баксы Похожи Дедушка Баджин Приехал Давайте Приготовим Гуляш Возвращаемся С добычей С добычей Веселая Бабушка Обнимает Ну-ка Кедровый Лес Тростники У озера Упсу Нур Фоторафия Ребенка Подпись Закрашена Маркером Хорошо Спится В новой Колыбели Ребенок И овцы Рукодельный Флаг С надписью Удачная Охота Женщина Завязанием Дорогим Молодоженом С любовью От родителей Миска Таких Подарков Уже Не делают Первое Очертание Виртуальный Тур По памятникам Носкольной Живописи Старомонгольское Письмо А это Что Какой-то Экранчик Крутится Типа Этот Как фотографии Как он называется Забыл Короче Можно Рисунок Выставить Только что Вот это 20 Означает Время Что Нифига Какой-то Этот Блин Обычные Ящики С Каким-то Крутым Современным Магнитным Замком Тут Короче Смесь Старого И нового Короче Она Тебе Так и Задумано А вот Эта Телка Которую Я должен Собрать Что-то У нее Тут Свисает Нажми На Кнопку Получишь Результат И Твоя Мечта Осуществится Привет Не Слышу Че-то Там Гундишь Да Лучше Отдохни Так DVD Тоже И Телек Нергуй И DVD Нергуй Одно Нергуй Кругом Очки Колеса Вы Поймете Это По резкому Увеличению Продолжительности Сна На 10-15 Часов На Этой Стадии Прием Препарата Уже Не Дает Результатов При Таких Симптомах Более Менее Эффективное Собведение Дисперотоксина Из Ткани Способны Обеспечить Только Специализированные Клиники Вот Так Вот Ребятки Фитокоппер Грейс Эмбалмер 2 Инструкция По Эксплуантации Это Все Надо Конечно Наверное Подбирать Себе Инвентарь Но Я Так Как Не Собираюсь Игрушку Проходить Поэтому Так Посмотрим Еще Несколько Минут И Будем Заканчивать Уцененные Аксессуары К Андроидам Украшения Скидка Луминесцент Икебаны Позапрошлого Сезона 95 Сетевой Фильтр Но Тут Электричество Есть Смотрите Какой-то МФУ Какой-то Можно Открыта Крышка Можно Какой-то Какой-то 3D Принтер Можно Печатать Предметы Смотрите К Фитокопери Отсутствует Цветок Что Ладно Полежи Тут Куча Чего-то Какой-то Бумага Не бумага Какие-то Картриджи Для этого Принтера Наверное Что-то На нем Можно Печатать Что Это Радио Допотопный Чайник Старый Туалетная Бумага Фонарь Топор Что Это Вода Может Быть Техническая Так Ну что Попробуем Выйти на улицу Нам Дадут Это Сделать Да Смотрите Как Какие Просторы Кстати На этом Движке Какую-то Игрушку Тоже Делали Я не Помню Что-то Я Помнится Мне Что я Уже Встречал Этот Движок В какой-то Игре Смотрите Какой Он Современный У него Тут Спутниковые Антенны Ну Все Не кисло Так Тормозит Ребята При том Что Ну Я Конечно Выставил Сильно Может Крутые Настройки Туда Бежать Смысла Нет Там Что-то Одни Степи Разве Что Сбегать На воду Глянуть Какого Она Качества Смотрите Как Какие-то Там Штуки Круглые Идут Видите Одна За другой И входят В самый Вверх Уходят Как Столбы У нас Для Передачи Тока Водичка Ну Водичка Как Водичка Ничего Такого Сверх Естественного По крайней Мере Похоже На Водичку И То Хорошо Вот Небо Какое-то Чересчур Мультяшное Вообще Не похоже На настоящие Тучи Как будто Какая-то Такая Картинка Сжатая Снова Жмешь Ебаный Шакал Солнце Смотрите Не сильно Даже И слепит Вот Видите Эти штуки Идут Как у нас Вышки Для Высоковольтных Высоковольтные Вышки Так и тут Наверное Это для Передачи Или Не знаю Это Наверное Мы в конце Создадим Какой-то Аппарат И Сможем Перемещаться По миру Тут Мы Мак Выращиваем Смотрите Ка Ребятки Или Что Это Такое Ну Вроде Мак Простенько Так Сделано Какие-то Он Не Подбирается Двухмерные Такие Модельки Простенькие При этом Ничего Такого Крутого Вокруг Но Все Умудряется Немножко Подтормаживать Что Удивляет Тот же GTA На максимальных Настройках И то Не так Тормозит Никак А ну Хотя Еще Вертикальная Синкратизация Конечно Включим Что Не Добавляет Кадров Ну Ладно Это Для этой игры В принципе Кадры Не так уж И важны Смотрите Что там Нарисовано Убьет Током Не лезь Все Огорожено Вот Это Забор Как-то Странно Сделан Смотрите Вот Эти точки Просто В воздухе Висят Как Глюк Какой-то Это Так И Задумано Или Это Упущение Я Так Понимаю Это Типа Железо Сделано То Металлический Этот Забор Нужно Было Хотя Бы Сетку Нарисовать Просто Квадратики В воздухе Висят Ну Смотрите Там Какой-то Парк Развлечений Наверное Вообще Тут Как будто Был Какой-то Городок Небольшой Что-то С ним Случилось О Смотрите Какая-то Хрень Крутится Наверняка Если я Сейчас Подойду Меня Завалит Вот Как Был Как будто Маленький Городок Был И Что-то Тут Случилось И Типа Наш ГГ Один Выжил И Теперь Пытается Он Сам Живет Наверное У У него нет Ни собаки Ни кошки И он Пытается Собрать Детали И запустить Хотя бы Металлическую Телку Чтоб С ней Базарить Возможно Так Хрен его знает Так Чем Ближе Я Прибежаю Прибежаюсь К этой Штуке Тем Больше Каких-то Непонятных Звуков Какого-то Булькотения Смотрите К Лопнула Эта Штучка И Разбросала Какашечки По Кругу Она Исчезла Представляете Зато Я взял Палочку Могу По голове Врезать Положим Себе В Инвентарь Палочку Выручалку Цветочек Ну Что О Эта Штука Смотрите Переместилась И Снова Я буду Подбегать Она Сейчас Кубки Лопнет Ой Я Дотронулся До нее И сразу Участило Сердцебиение И Глюканы Начались И Снова Смотрите Ка Палочка Какая-то Что-то С нее Палочки Какие-то Вываливается Дженджер Диспер 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 Токсин Контр Контр Метейт Кип А Короче Опасно Все Затаксировано Сваливайте Отсюда Наверное Такое Что-то Написано Типа Не Эти Палочки Валяются Везде Нужны Они Не нужны Я не знаю Это Надо Ребятки Разбираться Не за Десять Минут Ну Что Тут Еще Посмотреть Больше Тут Смотреть И Нечего Ребятки В принципе Мы Все Посмотрели Ну Как Все Не Все Конечно Но В том Плане Что Дальше Просто Нужно Играть Разбираться Но Я Сейчас Немножко Не в том Состоянии Чтоб Это Все Делать Поэтому Ребятки Я вам Так Показал Графончик Там Первые Кадры Немножко Рассказал Про Игрушку Как Давно Представьте Начали Хотели Еще В 2011 Сделать И только В 15 Выпустили Четыре Годика Прошло Прежде Чем Ее Выпустили Представляете Птички Летают Смотрите Какой-то Какая-то Штука Я хотел Сказать Бассейн Но Не Бассейн Конечно Для Бассейна Тут Маловато Пространства Такие Дела Ребята Че тут Добавить Я даже Не знаю Графончик Для Адвенчуры Нормальный В принципе Немножко Даже Требовательный Ну там Надо Если Настройки Пониже Поставить Я думаю Картинка Не сильно Худше Станет Но При этом Все Не будет Так Тормозить Вот Ну В остальном Если Вам Интересен Этот Жанр То Советую Вам Поиграть Мне Такое Не Особо Интересно Ну А может Еще раз Запустю Поиграю Попробую Разобраться Что Там Причина Какие Дела Ребята Смотрите Тут Какие-то Цифры Указано Ехать Не больше Чем 90 км В час Видите Интересно Куда Можно Добежать Если Бежать 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 Ну там Где-то Наверное Какая-то Невидимая Стена Будет Или Еще Какая-то Искусственная Преграда Вот Вот Эти Камни Какие-то Круглые Больше На Морские Похоже Как Будто Тут Раньше Вода Была Потому Что Такие Камешки Закругленные Только Вода Может Сделать Из Камня Такой Кругленький Камень Так Ну Я Бежать Не Буду Это Займет Много Времени Смысла Особого Нет Ясно Что Там Есть Где-то Какая-то Преграда И Бесконечно Бежать Мы Не Сможем А тут Можно Рис Выращивать Ребятки О Смотрите Даже Можно Под Водичку Залезть Немножко Она Мутноватенькая Рыбки Чет Нет Ну Можно Вскупнуться Дыхание Наверное Бесконечное УГГ Короче Ребята Вот Там было 90 Тут 260 Что Эти цифры Означают Неизвестно Ребята Надо Разбираться Что Тут К чему Птички Классно Кричат Как будто Как будто Настоящие Хорошие Качественные Звуки Ну Все Ребятки Комментируйте Ставьте Лайки Увидимся Услышимся В следующих Роликах Давайте Всем Пока